Представляем вашему вниманию историю из жизни. Это подло, рассказывать чужие тайны. Даже маленькие дети презирают тех, кто не может хранить секреты. Сейчас мне реально непросто встречаться с некоторыми знакомыми, избегая общения с большей частью мальчиков нашей группы. Но это не спасает. Я чувствую и знаю, меня обсуждают. Виной этому мой бывший парень Анатолий. Мы познакомились на первом курсе, стали дружить. Со временем отношения становились ближе. И наконец, мы перешагнули ту грань, что называется дружба. Мы стали заниматься сексом. Я полностью доверилась Толику, хотя первое время вела себя скованно. Боялась забеременеть. Но потом Толя купил контрацептивы, и я раскрепостилась. Мне нравились заниматься любовью. Я начала экспериментировать. Очень понравилась поза наездница. Это когда девушка сверху. Я представляла себя амазонкой, захватившей в плен красивого юношу. Если кто-то не знает, амазонки, мифические героини. Они брали в плен красивых мужчин, вступали с ними в интимную связь с целью продолжения рода. Потом рожали детей. Если рождался мальчик, отдавали его отцу и выгоняли из племени. А если, девочка, были рады и оставляли ее в племени. Членами их маленького государства были только женщины. Мужчины оставались вне закона, они нужны были только для размножения. При таких отношениях амазонка всегда доминировала. Она не могла себе позволить оказаться под мужчиной пленником. Она наслаждалась сверху. Конечно, это миф. Может быть основанный на реальных событиях. Точно неизвестно. Но точно известно другое, многих женщин поза наездница очень возбуждает. Я нахожусь в их числе. Мы с Анатолием не жили гражданским браком. Я живу с родителями, он, в общежитии, он иногородний. Мы просто встречались. Иногда в общаге, летом, на природе. Хотя такая жизнь не совсем устраивала, но деваться было некуда. Снимать квартиру не на что. Мы пока что студенты колледжа. Правда мечтали закончить учебу и жить вместе, но не получилось. И виноват в этом мой бывший парень. Он, трепло. У нас в группе есть еще один мальчик. Его зовут Веня, Вениамин. Он неравнодушен ко мне. Я знаю об этом с первого курса. Он тоже хотел со мной дружить, но я выбрала Толю. Веня по-видимому обиделся и затаил на меня злобу. И вот месяц назад, благодаря Вене, я узнала дикую правду о своем парне. Утром я шла в колледж на занятия, и меня догнал Венька. Поздоровался, а потом вдруг говорит, я слышал, ты очень любишь верхом кататься. Наездницей любишь быть. Может я тебя тоже прокачу. Давай встретимся вечером. Сначала я не поняла, о чем он. Но потом дошло, и я ответила ему. Да, пошел ты. В тот день, на первой паре, Толик как всегда подсел ко мне, и как ни в чем не бывало, попытался заговорить, но я не ответила и пересела за свободный стол. Он, опять ко мне и спрашивает, а в чем дело. Я посмотрела на него, чувствую, слезы, на глазах, вот-вот тушь потечет, и говорю, предатель. Пошел вон отсюда, трепло. Отпросилась с занятий, ушла домой. Он пытался дозвониться. Я не ответила и занесла его в черный список. Больше не встречаюсь. С такими предателями, каким оказался Толик, лучше сразу прекратить всякие отношения. С ним создашь семью, а он будет всем трепаться, что у него дома происходит. Будешь жить как на улице, все всем будет известно. Это же надо, растрепал пацанам из группы о том, как его девушка с ним спит. Рассказал посторонним самое сокровенное, самое тайное. Трепло и подлец. Боже, если бы я знала раньше, что он так поступит. Смотрят на меня теперь все, как на последнюю проститутку, как на продажную девку, и наверное представляют меня в позе наездница. Скорее бы окончить колледж. Хорошо, что осталось совсем немного. Если вам понравилась история, ставьте лайк, пишите комментарии и делитесь им со своими друзьями. Всем пока!